Если зарядка сядет, надеюсь этого не будет. Всем привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раили, и сегодня я вас научу играть песню «Нервы укачу» из нового альбома «Слэм и депрессия». Сейчас исполняю, а потом показываю абсолютно всё. Всё, поехали. Я укачу от тебя, да я не шучу, Ты слышишь в моём голосе холод, Ты издевалась от души, теперь я мучу. Это мой внутренний голод, Не издевайся над любовью, Я же говорил, что эти перерывы не к добру. Я тебя запомню, самый необычный, Я тебя запомню и саду, и саду, и саду, и саду. Который раз ты кидала пацана, Думая, что он вернётся, Но сейчас оборвалась вся струна, Прости, моё любимое солнце, Не издевайся над любовью, Я же говорил, что эти перерывы не к добру. Я тебя запомню, самый необычный, Я тебя запомню и саду, И саду, и саду, и саду, и саду, и саду. Вот так вот. Оригинальная тональность Си минор, Б, М аккорд, Но я спел на полтона ниже, В тональности Си бемоль минор, Б, Б, М. Второй аккорд у нас Фадес мажор, Или аккорд Джи, Б. Третий аккорд Ре бемоль мажор, Д, Б. Четвёртый аккорд Ля бемоль мажор, А, Б, над ним. И пятый аккорд Ф, М. Смотрите, если спустить ещё на полтона наш аккорд, Тональность, то получается А, М, Ф, Джи, Точнее, С, потом Джи, Е, М. Кому как удобнее, исполняйте в любой тональности, В которой вы себя хорошо чувствуете. Если вам высоко петь в моей тональности, Спустить на полтона ниже, и будет ещё проще. Поехали. Начинается всё с квинт-аккордов. Что такое? Это с каждого аккорда оставляем только Три верхние басовые струны, Которые создают интервал к квинту. Всё остальное нижнее блокируем указательным пальцем, Ребром указательного пальца. Потом аккорд. Джи, Б, потом Д, Б, потом А, Б, потом Ф, М. В продолжение куплета играем второй лад, Четвёртый лад и шестой. Это тот же самый аккорд, который был и первым. То есть тональности. Потом Ф, М. Всё. Вот до отсутствия сейчас мы должны дойти спеть. Но для этого сейчас посмотрим сначала мелодию, Которая поётся в голосе. Сейчас вам дам ориентиры. Всего четыре ноты, которые крутятся вокруг, Точнее вокруг этих четырёх нот, Крутится мелодия куплета, припева. Так что если вы их будете чисто исполнять, То будет всё отлично. Третья струна на третьем, Вторая на втором ладу, На четвёртом. И первая струна на первом ладу. Всё. Вот четыре струны. Мелодия. Вот. Это мелодия, Которая в начале. И всё. Всё остальное тоже крутится вокруг этих нот. Пойте их чисто. Вот вам ориентиры. Поехали. Пробуем спеть до того самого места. Я укачу от тебя, да я не шучу. Ты слышишь в моём голосе холод. Стоп, стоп. Я вам сказал, что будет девятка, нет? Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Третий аккорд. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Даже если вы не умеете сжимать барретту, При помощи квинт-аккордов Очень просто, легко сыграете песню. Поехали. Я укачу от тебя, да я не шучу. Ты слышишь в моём голосе холод. Ты издевалась от души, теперь я мучу. Это мой внутренний голод. Не издевайся над любовью. Я же говорил, что эти перерывы нет добру. Я тебя запомню, самый необычный. Я тебя запомню. И сотру, и сотру, и сотру, и сотру. Интересный проигрыш был после припева, или можно его сказать продолжением припева, на полных аккордах. G, B полный, А, M, вот здесь проходящий, квинт-аккорд, чисто по басам бьём, не надо полностью сжимать весь аккорд. Потом полноценный B, B, M, потом F, M, и за вторым разом то же самое. G, B, A, B чистый, B, M. Ну, вы поняли, всё просто. Дальше идёт второй куплет, где особо нечего показывать, кроме приёма пол-мьюта, когда блокируем басовые струны ребром нашей ладошки, чтобы приглушенный рокерский эффект получился. Всё, это нам не надо. Но есть после второго куплета интересный момент. Вот проигрыш. По сути, чтобы не париться, её можно сыграть на двух струнах. Сжимаем квинт-аккорд первого аккорда. Два удара. Потом игра. На четвёртой струне сжимаем первый лад. Делаем хаммер на третий лад. Срываем и сжимаем пятую струну на пятом, точнее, на четвёртую ладу. Вот, дёрнули, хлопнули, сорвали и пятую струну на четвёртом зажали. Потом подставляем указательный палец на второй лад шестой струны. По двум этим бьём, всё остальное блокируем. И ещё раз играем. То есть... Аккорд. Опа! Д, Б. Не цепляйте нижние струны, получится, как у меня сейчас диссонансный аккорд такой. Только басовые нужны. Но если бы вы играли в тональности БМ в оригинале, то было бы проще. Вот такой вот слайд только сделали бы. Я делаю просто слайд со второй на четвёртую, на вторую и срываю. То есть... Потом Джи. Потом Де. А. Ну, ровнее надо, Раиля, ровнее. Я думаю, суть поняли. Отработаете и споёте. После этого, что у нас происходит после данного проигрыша? Это типа... Бридж или третий буклет. Показываю. Ты не переживаешь, что я не с тобой переживём. Нашу любовь. Ты не переживаешь, что я не с тобой переживём. Нашу любовь. Ты не переживаешь, что я не с тобой переживём. Нашу любовь. Ты не переживаешь, что я не с тобой переживём. Нашу любовь. Что-то напоминает мелодию Макареш. Осколки. Или Маракеш. Макареш. Группу знаете, такой нет? Вот. Перебор четверочка. Бас, третья, первая, вторая, третья. А потом начинаете играть с боем. И все. Все очень просто. Ребята, на этом все. Если кто-то здесь вообще не понял все, что я показывал, именно для вас я создавал начинающий курс гитариста, где вы сможете освоить всю базу, узнаете про гитару абсолютно все за кратчайшее время. Сидя дома за компом с гитарой. В описании находится этот курс. Называется «Освоим гитару за 7 дней». Я собственными руками их создавал. Также вокальный курс. Если вы хотите получить вокальную базу, все упражнения, которые я делаю для раскрытия своего голоса, находятся в описании под видео. Переходите, кликайте. Это не обман. Это все really годные вещи, полезные. Вкладываться в свое образование, конечно же, нужно. В комментариях пишите новые заявки на разбор. Будет разбор еще песни «Контрольный». Коржа будет Тима Белорусских. Витаминка так, что будет вообще бомба. Ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok